Апелляционный суд столицы рассматривает дело экс-министра юстиции Александра Лавриновича. Его защита оспаривает решение Печерского райсуда об аресте. Напомню, Лавриновича обвиняют в захвате власти. Сам же он утверждает, что Украина до сих пор живет по конституции образца 1996 года. За судебным процессом следит наша корреспондент Ольга Теребинская. Она с нами на связи. Оля, расскажи о том, что тебе известно. Да, добрый вечер в студии. Здесь в апелляционном суде с двух часов дня длится рассмотрение ходатайства защиты Александра Лавриновича. Они просят отменить меру пресечения содержания под стражей. Напомню, министру юстиции трех каденций, известному адвокату и одному из основателей народного руха Украины меняют захват госвласти путем публикации решения Конституционного суда. В 2010 году, когда он руководил Минюстом, страна вернулась в Конституции образца 1996 года. Что расширило полномочия президента. Защита Лавриновича утверждает, риски, которые озвучила сторона обвинения, не обоснованы, как и все подозрения в целом. Позиция адвокатов была и остается неизменной. Есть обвинения, которые абсолютно ничем не подкреплены. Злочин взагалі выгоднен, не установленный. Мне кажется, что суд это осуществует. Прокуроры, вместо того, чтобы довести какие-то риски, довести какие-то обставины справы, рассказывают про какие-то политические речи. Я не залишаю веры в украинские правосудия. Но прокуроры настаивают в содержании под стражей необходимая мера пресечения. Таким образом, сторона обвинения предотвращает возможные попытки Лавриновича повлиять на других участников дела или же покинуть страну. Мы считаем, что решение Печерского районного суда является законным. Оно признало обрунтованным подозрой прокуратуры, которая сообщила Лавриновичу. Мы обрунтовали те риски, которые существуют. Мы сейчас, как вы слышали, из суда доводили свои доводы. Есть риски, что он может уничтожить в связи с тем, что уже увеличивается обвинение. Сам Лавринович заявил, что виновным себя не считает. А подозрение, которое ему выдвинули, просто смешное. И вот буквально минуту назад, вот сейчас все участники процесса покидают суд, нам стало известно, что защита все-таки выиграла апелляцию и Лавриновича освободили. Студия. Спасибо, Оля. Ольга Теребинская с подробностями из апелляционного суда. Только что нам стало известно о том, что экс-министра юстиции Александра Лавриновича освободили из-под стражи.